всем привет дорогие мои с вами конного аня проекта берег онлайн в этом видео я вам расскажу о своих пустых баночках чем я пользовалась ну где-то примерно два с половиной месяца и так сразу к делу перейдем ну сразу оговорюсь что то что у меня впервые я об этом буду долго говорить то что у меня постоянно в каждых моих пустышках ну просто буду показывать что до до сих пор пользуюсь очень нравится и так с артикулом 302 12 закончилась мыло для кухни с ароматом зеленый чай который устраняет запах и слушайте ну очень классное мыло мне понравилось закажу еще запах очень клевый и приятный конечно же салфетки ловушки куда без них раньше их заказывала на вальбере сейчас в своем любимом интернет-магазине faberlic с 26 процентной скидкой беру артикул 308 44 две пачки по 20 штук очень хорошо далее у нас закончились такие вот арома диффузоры но они между такой степени нравились что я взяла их запаснички вот такая вот красотища да то есть набрала побольше побольше мы их до сих пор меняем заменяем и таким вот образом применяем до ставим дома очень нравится их качество их оформление стильная и их такой нежный очень стойкий аромат в общем все очень сильно нравится далее немножечко заменили ароматизаторы для белья пару штучек ну вообще мы на них просто капаем масло лаванды которая есть все-таки в компании faberlic до по 5 миллилитров но тут пришлось заменить потому что кое-что ломается и так далее лаванда это очень очень хорошо особенно на лето профилактика различных моли и насекомых все такое прочее лаванда очень хорошо профилактирует далее кислородный пятновыводитель у меня закончился артикул 327 его добавляем просто при стирке и все в принципе на самом деле можно очистить и столовые приборы и золото и ковры и обивки и в общем много-много-много чего даже можно помыть эту же столешницу фартук можно помыть можно помыть двери окна то есть он хорошо справляется со всем но в основном мы его кладем чтобы отбеливать белье далее вот такой вот универсальный спрей выводить пятна на белье господи заговариваюсь универсальный спрей пятновыводитель вот такой мы сейчас будем с собой брать в поездку потому что он нам очень сильно пригождается особенно для нашей младшей виктории антоновны которая любит футболочки замарать с артикулом 301 51 пару спреев закончилась тоже очень хорошая из года в год их заказываю далее концентрированный гель для стирки цветного каждых моих пустышках артикул 308 42 концентрированный гель для стирки для цветного для цветного вот не знаю какая новая версия дату 308 41 и 118 41 какая из него новая версия если честно не подскажу но написано было улучшена формула вот если честно никакой улучшенной формулы я не заметила он как был клевым классным так и остался клевым классным так день для стирки деликатного и мы стираем курточки нижнее белье деликатным стираем пиджаки мои меня вся одежда все пиджаки да то есть шиты на заказ поэтому я за ними прям стараюсь следить 308 40 далее детская линеечка пошла детская детская тут конечно очень много у меня детского заканчивается вот во первых это ультра кондиционер для белья восточный пион с артикулом 308 53 мой самый-самый любимый аромат кондиционера далее кондиционер-умягчитель для детского белья с ионами серебра гипоаллергенный прям 0 плюс идет но мы так как практически каждую ночь веку ску меняем поэтому заказываем его всегда много и всегда 0 плюс артикул 305 16 с ним стира ну и конечно гель концентрат для стирки детского белья тоже каждый раз он у меня в пустышках идет с гипоаллергенной одушкой с артикулом 305 15 тоже мне очень-очень нравится дальше вот такой вот кондиционер концентрат для белья тоже у него очень приятный аромат и конечно же он очень хорошо ухаживает за бельем артикул 317 пару штучек тоже как вы видите далее биокондиционер для белья два разных вида цветочный и восточный но вот у них конечно такие знаете ароматы как вам сказать натуральные вот кто любит ароматы натуральные тот конечно будет восхищаться ими я конечно же не очень я больше химозная если честно люблю у восточного микса получается артикул 108 96 а у цветочного там такие розы там что-то такое артикул 108 95 очень хорошо справляются шикарные но я люблю больше такие вот знаете химозненькие вкусненькие классненькие чтобы вкусненько было да дальше вот не подскажу артикул закончились такие вот два парфюма для стирки в гранулах это мой любимый 308 46 это уже такой третий по любимости да их всего три нравится мне всех меньше но я все равно его заказала попробовать постирать потому что аромат на мой взгляд очень вкусный до ягодный вот такой а тут такая зеленая травка цветочный лук что-то вот такое тоже очень очень приятно и очень нежно клёво и классно этот парфюм для стирки им очень классно стирать когда вы одежду куда-то складываете убираете чтобы знаете она не задохнулась потому что одежда в сложенном виде когда она долго-долго лежит от нее такой ну неприятный потом запашок бывает а вот именно вот этот вот парфюм для стирки в гранулах делает так чтобы белье вы доставали и оно было бы как свежее тут смотрите приятный аромат тканей до 12 недель при хранении белья и одежды то есть вы храните и у вас очень такой приятный запах приятный аромат и так далее так дальше биокапсулы для посудомоечной машины у меня заканчиваются и что-то их как будто на складе нет ребят подскажите будут ли они еще кто про это знает у меня очень часто спрашивают будут ли это будет ли то сожалению я этого не знаю я такой же пользователь продукции просто у меня высокий директорский статус вот в принципе и все я еще зарабатываю с построения структуры и конечно же вот эти биокапсулы меня очень сильно волнует потому что они удобные и классно отмывают что-то их нет на сайте на складе но будем надеяться что в нашей новой линейке соуен выйдут к биокапсулы просто эти разобрали значит с артикулом 10902 вот если появится я конечно закажу штук может даже и 20 почему бы нет дальше стиральный порошок заказывала его по какой-то распродаже вот тоже пару упаковочек кончилось он идет и для белых и для цветных тканей но для ярких цветных тканей я его конечно же не рекомендую такого пакетик внутри и там был обычный порошочек все порошки у компании faberlic биоразлагаемые экологически чистые и плюс идут концентрированные да вот одна такая коробочка равна нескольким килограмм обычного порошка фондом гринли это линейка идет для стирки жестких тканей поэтому очень хорошо срабатывает так далее я значит концентрированный гель для посуды с антибактериальным эффектом с артикулом 30103 это такая штука по идее классная да вот чем он мне нравится тем что если кто-то заболел я сразу же его выставляю вот сразу же его а посудомой поставлю на отпаривание специально на отпаривание чтобы микробов побольше погибло чтобы они по всей семье не распространялись через посудомойку далее очень нравится вот такая вот крем паста для чистки металлических поверхностей с артикулом 358 мы чистим все что есть да из металлических поверхностей в том числе и свою раковину я чищу очень нравится очень клёвая штучка паста очень приятный аромат вот тут написано что аромат грейпфрута но что-то я бы не сказала я не чувствую аромат грейпфрута я просто чувствую свежесть какой-то и он также идет для чистки драгоценных изделий то есть им тоже можно чистить там серебро золото обычной цепочки и так далее ох как я этот спрей не полюбила нет это кстати очень хороший спрей очень классный но мы его нечаянно ставили в туалете вика его себе в лицо брызнула ох она поорала ну блин я не знаю как так получилось ребята это был конечно кошмар мы даже скорую на всякий случай вызвали это скорая посмотрел сказал все нормально в глазки вроде как мало попало ничего не нужно никуда везти и ехать мы сами купили капли сами начали капать и пока скорая ехала блин полтора часа у нас уже началось проходить и они как бы ничего критического не увидели вот такая вот у нас была история но на самом деле вот этот спрей для очищения акрила ванны душевых кабин он шикарно работает артикул 391 очень хорошо работает далее концентрированное моющее средство грейпфрутовый фреш чистая кухня и можно мыть все фартуки и так далее это средство которое требует смывания да то есть им как бы пол не помоешь потому что она требует смывания далее очень классный пенные чистите для ковров ткани и обивок мы ему умудрялись чистить не только ковры ткани и обивки мы умудрялись чистить все замарали штору мы могли попрыскать на штору и убрать это пятно замарались и белые тряпичные кедики пожалуйста попрыскали на кедики кедики чистые то есть ими можно все подряд чистить даже курточки да то все очень хорошо мне очень понравилось артикул 302 52 то есть прям ну реально хорошо очищает но он знаете как работает а кто-то его сильно хвалит кто-то его сильно ругает почему потому что вы его нанесли и нужно подождать несколько минут чтобы он поработал а потом уже там тереть шоркать что нужно вам делать дайте сначала поработать ему вот дальше значит средство для очистки духовок и плит свежесть мяты 301 20 израсходовали дальше гель очищающий для туалета а 7 в 1 морская свежесть 302 92 тоже очень нравится это как раз таки средство которое не требует смывания поэтому этим средством мы это моем пол артикул 108 97 тоже очень хорошее средство нравится мне и вот тут у меня натуральный цитрусовый микс очень подошел это такой лимон апельсин что-то такое перемешечку очень очень приятный аромат такой знаете вот этих натуральных масел хотя в принципе масло и так можно капнуть но зачем когда вот это все есть далее чистящий крем он идет немножечко с микрогранулками но они все равно как бы если поверхность не полированная там какая-то да они все но не повреждают тут идет такая ну как сказать кремовая такая консистенция с микрочастицами которая чистит поверхности и на кухне и ванной и придает блеск и деликатно полирует и вот знаете что еще хочу сказать ими очень удобно мыть окна и двери прям шикарно удобно у нас еще двери такие ну да требует мытья на постоянной основе такой рисунок на дверях интерес сначала мы его наносим с влажной тряпочкой а потом уже начинаем смывать очень хорошо мне нравится артикул 302 53 господи ну и накопилось ну и накопилось такое чувство что мылся целый взвод но на самом деле никогда не обращала внимание что пустых баночек может быть столько много пока я не начала их копить для того чтобы создать рубрику пустые баночки понимаете так значит салфетки у нас с вами получаются влажные универсальные различных типов да значит первый тип салфеток это мои самые любимые с антибактериальным эффектом пару штук как вы видите ушло артикул 305 50 дальше значит для экранов и мониторов салфеточки тоже очень хорошо отмывает не повреждают 302 49 и вообще до них я даже и не знала что мониторы могут быть такими клёвыми дальше значит важные салфетки из кожаных изделий 305 51 артикул так далее прокладки да то есть прокладки ежедневки это старая версия вот эта новая версия мы еще старую версию не все израсходовали артикул 112 88 эти прокладочки идут сюрпризом для женщин смотрите как тут интересно написано указано что анионовый чип в прокладках может генерировать до пяти тысяч восьмиста анионов на один кубический сантиметр он предотвращает размножение бактерий приводящих к воспалениям что очень даже круто ребята поэтому мне вот эти прокладки я их все время только их и покупаю дальше влажные дезодорирующие салфетки 2469 влажные салфетки быстрое очищение берем их с собой когда куда-то идем 114 34 наш маст хэв самое наверное вот кстати этих уже в наличии нету поэтому смысла нет их перечислять вот это наш маст хэв салфетки от пятен берем с собой а вот сейчас мы поедем джубку на дельфино терапию я вам могу сказать что мы берем собой однозначно пачки 3 артикул 305 52 очень хорошие прям суперские дальше ночные прокладки по-моему это старая версия если я не ошибаюсь вот наверное старой версии уже нет и дневные тоже старые еще пока версия вот но я их недавно в обзоре показывала как по распродаже взяла там артикулы называла далее универсальное антибактериальное средство артикул 30136 заливаем робот-пылесос очень нам очень нам понравилось две штучки потом спрей для очистки стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом кстати артикул 30048 далее спрей освежитель воздуха стоит у нас на балконе а потому что туалетик у кошечки на балконе вот поэтому пользуемся им только там он нам не понравился надеюсь его уже вывели если поначалу вкус был очень приятный то потом просто его заменили на что-то необычайно невкусные далее антибактериальный спрей чайное дерево защита эфирных масел содержит полезные эфирные масла и антибактериальный компонент который придает свежий натуральный аромат увлажняет и очищает вот прям чайное дерево и эвкалипт очень нравится вот этот спрей артикул 30324 а вот это для меня просто вкуснятка аромат лаванды обожаю лаванду это идет как и освежитель и нейтрализатор запахов по идее его и надо на балкон а мы его дома артикул 30801 он идет специально для домов с домашними животными потому что им этот запах приятен а вот они не чувствуют дискомфорта когда хозяева много где-то что-то пшикают им неплохо они не болеют от этого далее питательный бальзам для всех типов волос сакура артикул 7724 но еще раз повторюсь что он слишком легкий для меня я пережженная блондиночка крашу голову очень много лет даже пыталась волосы наращивать и тогда волосы мои ломаются вот этот шампунь для меня сло и шампунь бальзам бальзам он для меня слабоват потому что волосы крашеные а вот у меня у дочки натуральные волосы ниже попы вот этого бальзама пусть и хватает на четыре раза но у него прям длиннющие волосы мы сейчас перед поездкой и будем обрезать но на самом деле и для нее он прям вот must have потому что ей очень нравится волосы блестящие рассыпчатые это новейшая новинка бальзам рост волос идет такой вот классный с артикулом 1771 я его прошла ну как бы израсходов целиком сама одна и могу сказать что вот именно с этой серии именно с этой серии а вот шампунь тоже у меня уже есть могу сейчас сказать уже свое мнение это новинка новинка в моих пустышках да действительно волосы стали более ухоженные с этой линейкой а более какие-то такие крепкие но все таки как бы я хорошо не промывала голову как бы я вот бальзам вот этот вот рост волос уже начала на кончике под конец наносить все равно на следующий день голова как будто грязная понимаете хочется уже на следующий день даже если ты в обед голову помыл на следующий день с утра уже хочется помыть голову еще раз он слишком сильно питает но волосы он действительно очень хорошо восстанавливает и питает он концы которые отросли натуральный волос очень хорошо питается и действительно как-то если раньше мыла голову там где-то какие-то волосы на руках были и так далее тут вообще я не помню чтобы меня волосы вообще выпадали с ним и это очень приятно да то что волосопад как-то остановился стал намного меньше но опять-таки как будто жирная голова пробовала отдельно его с другим бальзамом наносить да то есть вот этот шампунь и вот этот например бальзам все вместе дело все равно эффект тот же самый перешла на другой шампунь эффект уже сальных грязных волос таких вот он прошел то есть если я например еду в поездку я этот шампунь знаю что на следующий день я голову не могу помыть я этот шампунь уже не могу с собой взять и кому-то порекомендовать потому что он тяжеловат для волос хотя я их два раза голову мыла как положено я их мыла нормальной водой не кипятком там не горячей да говорят что если волосы горячей водой моешь они начинают на следующий день сильно жирнится это действительно так нет я прохладной водой уже помыла все уже сделал да он очень хорошо питает волосы и таким шампунем стоит если вы хотите за своей головой поухаживать стоит его купить но будьте готовы к тому что он вот как будто грязит грязица немножечко да на следующий день еще вот такой я лично израсходовала бальзам интенсивное укрепление он укрепляет структуру кутикулы и поддерживает эластичность волос то есть не сами волосы укрепляет а укрепляет полотно волос очень понравилось да действительно здорово артикул 1899 особенно для меня я тот человек который свои волосы безбожно жжет на различных фотосессиях и форумах жжет и стрижет жжет и стрижет ой ну что же я за женщина такая когда я успокоюсь уже милая моя голова дальше бальзам сила энергия артикул 8747 его главное отличие это 98 процентов натуральных ингредиентов и пользуется им тоже только катя и ей он очень нравится ей вообще нравится все натуральные ароматы она как-то вот не в маму в этом моменте пошла да прям все натуральные ароматы она любит далее средства для снятия лака очень хорошее средство для снятия лака ну и пахнет точно также средством для снятия лака мощно так попахивает я бы могла выразиться артикул 1499 снимает очень хорошо вот это сейчас у меня гель-лак на мне да даже если замочить ватный диск приложить наложить пакетик то он даже гель-лак может снять и размягчить вот такая штука недавно об этом узнала только ну лак с блестками с большим количеством блесток нужно все-таки тоже по замачивать потому что он его тоже не сразу берет так далее на с вами получается сухой шампунь для волос очень нравится очень рекомендую артикул 2702 я сейчас волосы решила красить седину в темный цвет и потом в кончике делать светленькими да типа амбре и честно вам скажу что этот шампунь даже на темной голове отлично смотрится отлично смотрится вот как раз благодаря вот этому шампуню да я и срать два таких да красота и да и только с ним кстати очень здорово делать прически объем держится весь день даже если вы работаете в поте лица на фотостудии все спотели и так далее какая-то дождь непогода еще что-то все равно объем держится держится великолепно просто сейчас еще покажу наш супер лак очень мне понравился лак далее закончился один мой из любимчиков девчонки у меня в гости приезжали победители воронки помогли дорасходовать вот вы знаете шикарно артикул 19 98 он ухаживает за волосами обеспечивает питание возвращает эластичность это действительно все так и есть но плюс ко всему он в три раза экономичнее идет 90 применений очень люблю его брать в поездку я знаю что мне его хватит всегда пусть я на месяц поеду мне его и на месяц хватит и нам вдвоем с мужем его на месяц хватит и укрепляющий шампунь мужчинам тоже не повредит я так считаю но у него есть один недостаток он концентрированный он занимает мало места но нужно об этом как-то объяснить мужчине который привык лить пол ладошки шампунем геля для душа антон у меня вообще очень интересный человек он может знаете что сделать он может просто взять налить много-много-много-много шампуня на руку и помыться целиком а что говорит у меня волосы везде есть поэтому все-таки в поездку я стараюсь ему свой шампунь брать потому что это нереально я останусь без шампуня если я возьму и начну с ним делиться дальше такого уже наверное тоже нету не знаю даже откуда мы его откопали такого наверное тоже уже нету это наверное кто-то из гостей с собой привозил шампунь чеки а такой сто лет не заказывала дальше значит с артикулом 2711 восстанавливающий бальзам для осветленных волос вот эта вещь вот это дело действительно очень хорошо восстанавливает очень хорошо мне очень понравился он тут уже все да то есть вот он такой вроде бы склизенький но он не слепляет волосы он за ними ухаживает в общем очень понравилось где-то у него еще сыворотка была вот вот эта вот сыворотка блонд айкон вы знаете когда я наношу волосы аж поскрипывают аж поскрипывают это так приятно волосы рассыпчатые но идет как восстанавливающая сыворотка 2713 я обалдела мне очень понравилось буду заказывать и заказывать особенно перед какими-то мероприятиями вы просто равномерное небольшое количество сыворотки наносите по всей длине сухих или влажных волос но не сырые да вот когда с них течет вы наносите мой парикмахер сказал что толку не будет никакого далее помогаем мишкам заказывали шампунь бальзам уже закончили артикул 2690 3 плюс кстати очень вкусные вкусные очень малиночка такая там очень 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 приятно дальше два геля для душа витамания у нас закончились артикул 2878 у вкуснятки пенеаплы лайм так пенеапол пенеапол господи ой немец я немец как его ананас ананас а вот 2878 ну лайм сами знаете что такое лайм так дальше а вот тут подписано манго и папайя 2876 тоже очень понравились яркие ароматы крутые ароматы солнечные ароматы ароматы которые поднимают настроение я люблю когда вот так знаете резко много так прямо воняет да вонять тоже может вкусно представляете и прямо вот такой взрыв и ты так вот выходишь из душа такая полная энергия вот мне нравятся такие запахи резкие но он держится недолго конечно он быстро исчезает но все равно очень классно так далее пару шампуней у мужа закончилась а это огромная редкость пустышках чтоб две банки да по 400 миллилитров закончились 2768 он очень долгое время пользовался другим шампунем паспиритеном цинка ноу сноу и никакой другой не хотел и хотел опять я буду хендер шоу ортес покупать куда делим мой ноу сноу но я им говорю антоха вот попробуй вот этот если не понравится я бардам��ю но вот ты попробуй и вы знаете он одобрил и сказал что никакой перхоть и ничего нет я говорит очень-очень рад это два в одном то нас идет с вами шампунь бальзам против перхоти два в одном и он даже не видит различие я вам серьезно обычный шампунь такой же 400 миллилитров против перхоти и есть шампунь бальзам против перхоти он различая не видит он моется всеми подряд и говорит нормально чок мне нравится то То есть, таким вот образом, он такой белый, густой, его, в принципе, надолго хватает. Артикул 2768. Далее, моя нежная любовь, вишневый цвет и хлопок, очень вкусный аромат. Никакой вишней, вишневым, там, не знаю, вареньем, косточками, нет, ни в коем случае ничем не пахнет. А пахнет именно такой, знаете, вкуснейшей, вкуснятиной, такой вот нежнятиной, да, то есть, свежатиной. Как даже писать, 400 мл, мой самый-самый-самый любимый гель для душа 2547. И вот прям попробуйте, очень вкусный аромат, очень приятный, мне прям в душе к сердцу. Далее, такой вот шампунь закончился, два в одном, шампунь-бальзам Орхидея, артикул 1356. Все, что я могу сказать про шампунь-бальзам, не важно какой фирмы, Фаберлик, не Фаберлик, вообще не важно. Если есть шампунь-бальзам, раньше я думала, что бальзам с собой брать не надо, если я шампунем-бальзамом помылась. Оказывается, мой парикмахер сказала, что чешуйки раскрываются и не закрываются шампунем-бальзамом. Просто закислить надо все-таки отдельно наносить какой-либо бальзам потом уже, после того, как смыли шампунь на волосы. Вот, она сказала, что это так не работает. Волосы, да, лучше, да, мягче, да, но и все, на этом чешуйки не закрываются, то есть защита нарушена у волос. Это ладно, если вы сыворотку нанесете, да, то есть все равно бальзамом пользуйтесь. То же самое маску, да, шампунем голову помыли, маску нанесли, маску смыли, маска, она раскрывает волосы, чтобы туда внутрь попасть. А закрыть-то чем? Закрыть только бальзамом, то бишь закислить, поняли, да? Поэтому обязательно бальзамом и после масок пользуйтесь, и после шампуней-бальзамов, ну и же тем более после обычных шампуней. Артикул 1356, очень хороший шампунь, прямо очень его похвалю, он еще и удобный, он удобный, он недорогой, он клевый, он классный, никаких нареканий нет. Брала его как вип-новинки, чтобы попробовать, чтобы протестировать, он у меня впервые в новинках, и могу сказать, что прям попадание в самое сердце. Ничего лишнего, такой обычный, хороший, классный, качественный, хорошо промывает голову среднестатистический шампунь. Шикарный просто, да? Когда я посмотрела орхидея, тоже бомбово пахнет, я очень люблю просто орхидею. Так, дальше, морожка, это Катюшкин шампунь, во-первых, ей безумно нравится аромат вот этих вот зимних ягод, она просто от него кайфует. Во-вторых, это идет интенсивно очищающий шампунь для жирных волос, и она со своей жирной головой, ребята, только вдумайтесь, жирные волосы, да? Она раз в три дня может помыть голову, да? То есть она раз в три дня меняет подушку, моет голову, ну, в смысле, наволочку, моет голову, и все у нее хорошо на три дня. Это супер просто вещь, артикул 0191, я сама такими шампунями грешу перед дорогой. Вот, например, если мне ехать двое суток в поезде, то я моюсь вот таким шампунем, чтобы надолго хватило свежести волос, и действительно хватает надольше. Это прям факт, проверенный мною. Хотя у меня нормальная голова, ближе к сухой, наверное. Дальше, очень хорошо потратили мы вот такой шампунь, целую упаковку за 7 дней, но нас было много, конечно, не я одна ими пользовалась. Смотрите, артикул 7722, это мицеллярный детокс-шампунь для всех типов волос, вулканический пепел. Он абсорбирует, глубоко очищает волосы и кожу головы, что, в принципе, и нужно после лака, сухого шампуня, кучи укладок, пудры там вот этой для волос и так далее, и так далее. Когда делают прическу на фотосессию. Фотосессии у нас было огромное количество, и вот шампуня нет. Ну как огромное количество? Две фотосессии по 6 часов. Я считаю, что это огромное количество времени, просто наиогромнейшее. Далее, гей для душа моего мужа, он его очень любит, больше всех, артикул 13-12. Дальше шампунь. Сейчас меня, наверное, ругают мои подписчики, но 2760 это шампунь против выпадения волос, поняли, да? Вроде бы все понятно. Муж сказал, что это будет мой гей для душа. Мне такой, говорит, шампунь не нужен, я, говорит, моюсь только этим. То есть, если он что-то выбрал, он очень не любит менять, он очень, 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 так, знаете, болезненно, что ли, меняет все. У него есть любимые штаны, им 5 лет, девочки, 5 лет. Говорят, я не могу из него их снять. Он сказал, если ты их выкинешь, я, говорит, я стою разговаривать, месяц не буду. Вот он их так охраняет, а я их хочу выкинуть. У них коленки уже вытянулись, ну, 5 лет, ну, девчонка, представляете? И он сказал, ну, вот ты мне такой купи, а я ему кучу заказала шампуней. Думаю, ну, какой-то все равно он выберет для себя. Вот он выбрал вот этот голубенький от эксперта, а этот сказал, хорошо, это будет мой гей для души. Он мылся им когелем для души. Он говорит, а какая разница, все равно все пенится. Ну, то есть он такой у меня прям мужик-мужик, понимаете, непривередливый. Кремом лицо очень сложно намазать, даже если он обветрил или сгорел. Вообще прям с кремом за ним бегаю, как за мальчиком маленьким. Влажная туалетная бумага. Очень, кстати, выручат, когда дома заканчивается обычная бумага. И рядышком с картоночкой, это обычная бумага, лежит влажная. И ты думаешь, господи, спасибо, что она там всегда лежит и выручает. Тут как раз такой случай был. Шикарно просто. С артикулом 304.2.0 влажная туалетная бумага. Она идет биоразлагаемая. Ее можно смывать в унитаз, но мы все-таки не рискуем, не смываем, зачем оно надо. И вторая 0+. То есть можно использовать для новорожденной попочки, под памперс и так далее. Тоже очень хорошо, тоже биоразлагаемая. Артикул 304.0.1. Шикарно. Далее, гель для душа. Это тоже новейшая новинка. Первый раз у меня на канале я в него влюбилась. Нежный бриз, морской аромат. Очень женский, приятный. Как будто ты... Ой, я не знаю, как это описать. Как будто ты нюхаешь на берегу моря такой разношерстный, огромный букет, где есть и розы, и лилии, и все на свете. Да, вот такое ощущение. И вот ты у моря сидишь и его нюхаешь. Вот, значит, все вперемешку. Очень приятный аромат. Ой, ну не могу вообще, классно. Такая свежесть. Очень приятная свежесть. В общем, я довольна. Артикул 88.0.0.1. Прям рекомендую, попробуйте. Тоже улетненько. Я просто на запахе, как вы поняли, очень подка. Далее, нежное молочко для умывания. Артикул 0580. Очень нравится. Действительно нежное. Обобережно очищает, не повреждает кожу, не повреждает защитный барьер. Подходит для снятия макияжа, увлажняет, смягчает кожу, предупреждает появление стянутости кожи. Самая, наверное, комфортная умывалка. Но она, по-моему, так не пенится, как я поняла. Все равно я умываюсь ей два раза, не один раз. И все равно, конечно же, для того, чтобы смыть профессиональный макияж, водостойкую косметику или реснички накладные, все такое прочее, я, конечно, пользуюсь гидрогелевым маслом. Я сначала им умываюсь, то есть я раз в пять вот так нажимаю, у меня вот тут такая большущая лужа, я по рукам распределяю, прям на лицо и вожу, 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 чтобы вот гидрогель, да, гидрофильное, господи, да, гидрофильное масло. Не знаю, почему я подумала о другом. Таким образом я могу вам сказать, что только после этого я умываюсь молочком. Если же на мне обычный макияж, домашний, фаберлик, там, да, консилер, хайлайтер и так далее, я уже просто смываюсь вот таким обычным. Да, все-таки мне кажется, что так как он мягкий, бережный, для очень сухой кожи и так далее, он все-таки подходит для снятия макияжа, но не для водостойкого. Ну, это лично мое мнение. Вот, хотя я не пробовала им смывать, поэтому говорить не буду. Любимый гель для джилша Феерик Эссенсуэль, это сладкая, пудровая такая водица, очень приятная, парфюмерная у нас есть, которой я не пользуюсь, но очень любит моя дочь. С артикулом 81-20, вот две штучки у нее закончилось. Далее, это мой гель для умывания, натуральный гель, и он мне немножко стягивает лицо, артикул 66-73. Потом я только поняла, что он немножечко обезжиривает лицо, представляете, я не совсем это поняла. В начале, да, в самом. Вот моей Катюшке он подойдет, то есть он для нормальной и жирной кожи, а у меня сухая временами нормальная бывает. То есть, например, в период, да, красных дней календарей у меня нормальная кожа, и он мне очень хорошо подошел. Но когда идет вот эта вот серединка, да, как говорится, серединка свободы, да, то там, конечно, он для меня слишком жесткий, слишком стягивает сильно прямо. Я из душа выхожу, и мне прям очень хочется нанести что-то вот прям очень быстро. То есть, сушит он, сушит, а моющее качество великолепное, великолепное. Дальше, репейный бальзам, это я его израсходовала. Ну, для чего он идет? Он идет для укрепления волос, способствует росту волос и содержит максимум пользы для естественного преображения волос день за днем. Конечно, да, штука классная, мягкий, приятный, очень легко наносится, легко смывается, чувствуется, что он волосы напитал. В общем, артикул 29-58 мне очень понравился. Я прям в восторге от него. Крем гель для душа, тропический релакс, с очень еле уловимым ароматом, артикул 24-32. Но он мне не понравился, там желе кусочками выпадывает, и я не знаю, как этим пользоваться. Может, он перестоял уже, да, но срок вроде пока не вышел. Дальше, любимый гель для душа моей старшей дочки Екатерины, это антистресс. С артикулом 25-48, виолетт, то есть фиалка и лимон. А, мелиса и фиалка, прошу прощения. Так, 25-48, ну, знаете, для меня этот аромат, вот, я не знаю, какие у нас с Катюшей разные ароматы. Фейрик и Сенсуэль мне не нравятся. И вот этот аромат, мне кажется, пустым и никаким. Я им один раз, мой гель для душа закончился, я думаю, да, я этим помою, еще какая разница. Что тех, что этих, у меня по три штуки в запаснике стоят. Ну, что вы думаете? Вот, ну, не понимаю. Я хочу, чтобы вкусно пахло, а тут как будто бы ничем, да, то есть очень такой легкий, еле уловимый аромат. Так, дальше, стойкая крем-краска, это мы красили Наташу, покрасили ее, это уже второй раз, это тоже новинка в моих пустышках. Я вам могу сказать, что обалденная штука, закрашивает хорошо, но это у меня черный. Много кто мне написал в комментариях, что черная любая краска закрасит. Ну, вот, чтобы так волосы были напитаны хорошо, чтобы вот так круто волосы блестели, чтобы они были такими рассыпчатыми, сильными и приятными. Мне кажется, не любая краска справится, это во-первых. Во-вторых, у меня покупали четыре краски, и только одна из них была черная, остальные они покупали мамам, папам и так далее, краски для волос. И, конечно, брали различные цвета, и розовый блондин, и так далее. И все мне отзвонились и сказали, краска бомба, нам еще три, нам еще четыре. То есть начали закупаться, а вдруг закончится такая красота. Поэтому не только черные, но и все краски великолепные. Пробуйте, пробуйте. Да, я понимаю, люди разные, может что-то не подходить. Но когда человек один очень сильно хвалит, а второй очень сильно говорит каки, а выясняется, что тот, который каки говорил, он даже и не пробовал вот этот выпуск красок. Ну, блин, извините, ребята, вы только когда пробуйте, тогда говорите. Потому что я ваши комментарии публикую, а оказывается, вы даже и не пробовали. Ну, некоторые, да. Одно дело, когда вы попробовали, да, разочаровались и написали свой отзыв. Но если вы не пробовали, не говорите, пожалуйста. Дальше. Лак. Буду сейчас пить оды. Все оды окончены. В общем, очень мне нравится. Из года в год. Я не знаю, сколько лет я этим лаком пользуюсь. Десять уже, наверное. Конечно, он несколько раз уже обновлялся. И упаковка, и само содержание. Вот, но я вам могу сказать, что эта вещь просто необъяснимо крутая. Все кудряхи можно сделать в пучок на голове, на следующее утро распустить и еще весь день проходить с кудряхами. Ну, не такими, правда, суперобъемными, как в первый день, но все равно они есть. И они остаются. И прическа кажется полноценной. Обожаю этот лак. Артикул 89-73. Но мне сказали, что он на мне так хорошо держится, потому что я блондинка. Ну, честно сказать, не знаю, не могу сказать. Это уже вот, может, кто-то знающий посоветует. Дальше. С артикулом 25-79. Гель для бритья. Моя любовь. Очень хороший гель для бритья. Дальше. Маска питательная для всех типов волос. С ароматом омлы. Артикул 82-12. Это, наверное, самая такая суперпитательная, от которой волосы немножечко тяжелятся. Но не до такой степени сильно, как вот от этого шампуня. Честно вам скажу. Она, конечно, более легкий такой вариант и питает реально хорошо. Следующая маска. Уже не первый раз ее заказываю. Вам показываю. 77-26. Это маска восстанавливающая для всех типов волос. Называется Лотос. И идет с экстрактом лотоса. Тоже очень-очень понравилась. Она такая розоватая. Очень приятная. У нее такой, знаете, ароматик. Если это беленькая, это розоватенькая. Эта маска у нас с вами идет глубокое прям очищение. Маска Глина Детокс для кожи, головы и волос. Я ее прям за два применения израсходовала. Потому что мне прям очень хотелось прочистить по всей длине и так далее свои волосы и голову. Вот. Потому что когда каждый день лаки, укладки, сухие шампуни, пудры, вот это все друг за другом, друг за другом, это, конечно, тяжело. Поэтому я прям маску сделала. Она очень хорошо очищает, но после нее волосы сухущие. Их нужно питать следующей маской. Например, вот после этой маски вы очистили ее хорошо, кожу головы и волосы. И вот этой маской потом следом за этой. То есть просушили волосы, чтобы они не сухие были, а влажные. Сделали волосы такими влажными, то есть полотенцем промокнули и сделайте вторую маску. Тогда вам очень понравится. Если вы ее сделаете одну маску и просто после этой маски без бальзама, без сыворотки, без всего, просто пойдете сушить голову, у вас расческа не воткнется. Она очень хорошо прочищает. Очень хорошо. Дальше спрей для легкого расчесывания веку скиным волосам 2346. Безумно нравится, заказываем. Хотя можно уже на взрослый перейти, но мы заказываем пока детский. Дальше гель для интимной гигиены 8722 мой мастхэв с афродизиаками. Очень его люблю, никак не могу выбрать какой-то другой. Новейшая новинка. Тут чуть-чуть, кстати, осталось, чтобы вы видели. Цвет такой нежный персиковый оттеночек. Это 3+, детский гель для интимной гигиены с артикулом 3266. Я и сама им пользовалась, когда свой заканчивался. И дочка у меня пользуется. Старшенькая, ой, младшенькая, которой 10 годиков. Очень хорошо, очень нравится. Прямо будем брать. И он нам очень был нужен. Мы покупали в магазине, пока Фаберлик не было. Геля для подмывания мы брали в магазине. Далее. Мыло для рук. Персик 2872, ухаживающее. Так, дальше. Роскошная мягкость. Это у нас аромат миндаля 2873. Тоже очень вкусно. Пара штук моего самого любимого. Это с клубничным соком и молочными протеинами 2874. Мыло ухаживающее, то есть не сушит руки. Получается таким образом. Так, дальше. Распечатали мы вот такой вот набор пластырей. Это гидроколоридный от влажных мозолей. Если лепить его на сухую кожу, никаких мозолей. Даже Вика у меня натерла ногу. Я ее просто протерла хлордексидином. По-хорошему вот так вот высушила. Да, прям по-хорошему долго дула, чтобы точно все было сухо. Убедилась. И только после того, как убедилась, что точно сухо, наклеила ей вот этот пластырь. И ребенок спокойно пошла дальше, не жалуясь. Не жалуясь. Поэтому вот эти пластыри очень крутые. Если они есть, надо взять еще. Они у нас вот заканчиваются. Артикул 910-431. Если честно, я впервые встречаю такие классные пластыри. Впервые встречаю. Вот посмотрите этот гидроколоридный пластырь. Я его как-то в ВИП-новинках снимала. И у меня, конечно, запись осталась. Дальше, значит, зубные пасты. Это мгновенное снижение чувствительности. Моя любовь действительно очень хорошо работает. И нежная мята тут идет. Не термоядерная. Я вот термоядерная не могу. 1657. Далее, лечебные травы. Артикул 2244. Это через черт термоядерная получается зубная паста. Поэтому это уже не я израсходовалась. Девчонки у меня. Так, ну и смотрю, ролик очень длинный. Разговаривать я могу бесконечно. Поэтому покажу еще пару таких зубных паст. Это детская. Мы иногда Вику балуемся с артикулом 2441. Один аромат клубнички 3+. Но у нее уже очень много коренных зубов. Но мятную она пока ужасит, не любит. Вот. А попробовали всякие с разными вкусами. Зубные пасты от Фаберлик она тоже пока не хочет. Вот прям даже не знаю, какую ей зубную пасту. Ну и вот это тоже уже все. Ее, мне кажется, уже в наличии нет. Ну что ж, мои дорогие. Там еще очень много чего. Как вы видите, да? Целая куча бады и так далее. Ой, поэтому закругляюсь. Следующий обзор выйдет как вторая часть пустых баночек. Поскорее.